Взвод танцора Взвод танцора Мы оборонялись, потому что они шли на прорыв Аэропорт это наша территория Вот мы и оборонялись Большое количество, около 6-7 танков Ну сдерживали действительно Мне понравилось, как работали ребята Хотя многие воюют Все лишь полторы недели Все-таки у Моторолы И у нас состав обновляется часто Потом я пришел на этот участок Где мы занимали И скомандовал, вроде все Ребята работали хорошо Я хочу отметить одного бойца Его позвонок, лемур был Он с ПТР работал как с пулемета Молодец парень Мне понравилось Пришел один замыкающий, получается, колонну Танк, мы его подбили И он начал крутиться на одной гусенице Как бы это получилось, я считаю, уже нечем Потому что сработали, сколько их и шло Подбивали, забивали их И уже, знаете, когда Все есть, не только в БК Есть желание, есть возможности Вот такое Мне было чисто боекомплект Я видел, что поворачиваю целый ствол Меня ребятам скомандовал, чтобы они Группы на землю прилегли А как сейчас по свою голову Что-то забыл Отошел в сторону И, получается, сработал этот танк Сработал, в общем, по вышке этот танк И меня накрыло листами И такое чувство интересное Как будто с меня скарп сняли Ну, так мне показалось Ребята, говорят, лежит казах под грудой этого металла Они уже, конечно, меня похоронили А я как пьяный зомби из этой груды вставал И они обрадовались Вот так Ранения у меня, наверное, всего Бедра Верхние части головы Вот еще Плачины Лопатки И шеи Ну, в общем, весело В общем, теперь Как тут душ шла Нормально Четвертое ранение Дедушку своего уже догнал Который воевал Под Сталинградом Войну закончил старшим сержантом Потом стал офицером Старший лейтенант Ясиналиев Шайдулай Офицер был такой Старший лейтенант Был, закончил войну Ранения его сильно мучили Ну, хороший артиллерист был Хороший И отец у меня уже был Противотанковый артиллерист Сам бы сразу все Для ополчения Это очень востребована специальность Это какой-то ревматизм И вот Я его все Как-то уговорил Не идти в ополчение Так говорилось С разностью Таким я только не был В Иловайске Был замком взвода В аэропорту В Нижней Крынке Там командир отделения Ну, у нас, понимаете Чем наши отличия От украинской армии У нас нету Того командирского идиотизма Когда Чтобы снять одного Нужно написать документы Нужно То у нас как бы У нас очень Никто не обижается С его с одной должности На другую снимать И так далее Я увидел, что Некому командовать Например, на том же Участии, где я был Ну, я бы взял Взял все под свой контроль Меня ребята слушали Вот и все У нас все просто В этом плане У нас звезды На звезды не смотрят Сейчас стали как бы Вводить, но Я думаю, все будет по-старому Ребята, одевайте каски Не будьте идиотами Одевайте каски Чтобы потом вот так вот Не сидеть Как это Если, наверное, была Каска И был бы бронежилет Не столько бы дырок было Но я, честно Не люблю их Берите, например Вот с Моторол Зиви, которые ходят В бронежилетах И которые себя защищают Меньше геройства Больше Больше, как говорится Нормально работает Когда выздоровлю? Не знаю Когда выздоровлю, что Война еще не окончена А когда будет Неизвестно Посмотрим Ну, в каком-то Случай все равно Постарались Служить Донецкой Республике Будь это В прямую Опять, как говорится Буду это делать В прямую Опять выходя На танки Если здоровье позволит Буду это делать опять Если нет Ну, все-таки У меня Юрическое образование Может, как-нибудь В этом плане Все-таки думаю Что-то я уже На передовой сделаю А так Может, опять На передов Пойду Не позволю здоровья Буду из как бы Такую работу Более умственного характера Ну, конечно В бой Порваться буду Я себя знаю Оксана Волчонок Дмитрий Русский Телеканал Новороссия Донецк Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok